Здравствуйте, еще раз уважаемые блогеры, сегодня 17 апреля, блогер из Пельми, сотрудник КГБ, бывший Бессонов и Россия Борисовна. Меня просили прокомментировать по поводу ситуации с Телеграмом, который ФСБ заблокировало в судах. Вы знаете, я не думаю для руководства Телеграм, что этот вопрос появляется принципиальным. Они и так вас слушали, прослушивают, просматривают и так далее. То есть, фактически, технически, даже в этом ФСБ, которое все развалено, техническая служба, она вообще, так сказать, как и вся система ФСБ состоит из малокомпетентных людей. Даже они там и то просматривают, как я полагаю. Поэтому, мне кажется, этот вопрос не принципиальный. Потом, есть российское законодательство, и вы вынуждены и обязаны давать ключи для этой шифровки. Но если вы это не делаете, для вас этот вопрос принципиальный, то, естественно, вы уйдете с рынка. Ну, для чего это? Я не могу понять. Для чего терять такой рынок? Вас все равно прослушают. Не дадите выключить, не дадите. Ну, понимаете, это безопасность. Это, так сказать, тайная полиция. Она будет это прослушивать, просматривать. И никуда ты туда не денешься. Поэтому я не думаю, что это вопрос такой принципиальный, ради которого стоит терять такой огромный рынок. А мой человек очень хороший, мне он нравится, достаточно удобный и все, и так далее. Поэтому я не думаю, что вроде такой какой-то глупости руководству телеграмм стоит терять, в общем, достаточно серьезный рынок и людей, которые пользуются с удовольствием и так далее. Мне кажется, надо ключи дать. В противном случае, но в любом случае ФСБ будет просматривать. Вот, поэтому я думаю, что, вы знаете, вот я вам хочу сказать, что когда говорят о том, что на сервере американцев с каких-то из третьих стран заходили хакеры и говорят, что вот это может быть этим занимаются ФСБ. Ну, я не думаю, что этим непосредственно занимается ФСБ, хотя она, в общем-то, где-то здесь создает какие-то компании определенные, хакерные, да, которых находят спонсоров, деньги для их содержания за границей. Ну, и они решают какие-то вопросы, в том числе, которые перед ними ставят руководство ФСБ, ну, естественно, не афишируя, не давая задания под, что называется, под копирку, да. То есть это более сложный такой механизм, очень такой непростой. Поэтому, как бы, ну, и американцы этим занимаются, и, так сказать, мы этим занимаемся. Но это 21 век, век компьютерных технологий, к этому надо быть готовым. И я не думаю, что вот этот вопрос является таким принципиальным вопросом, из-за которых нужно упускать вот этот особенно мощный рынок российский. По-моему, это очень хорошо, очень приятно, и я рад, что наши соотечественники его сделали. Ну, вот такая ситуация. Спасибо вам, Бесунов, Алексей Борисович.